Приветствую! Очередное позитивное видео выходит у меня на канале и меня это безусловно радует. Несмотря на то, что речь пойдет о оплате труда медицинских и фармацевтических работников, а также специалистов в сфере реабилитации, безусловно это все скажется на каждом из нас. Потому что именно эти люди, люди, которые обеспечивают наше здоровье, люди, которые обеспечивают наше выживание, должны, конечно же, получать достойную заработную плату. И то, что зафиксировал Кабинет Министров Украины в своем постановлении, которое вышло вчера, 13 января 2022 года, на мой взгляд, все равно является недостаточным, потому что те люди, которые спасают жизни других людей, безусловно, должны зарабатывать гораздо больше. Но с учетом, наверное, ситуации, которая есть в стране, даже этот уровень, ну, можно считать приемлемым. И здесь для меня главное, чтобы Кабмин то, что он зафиксировал, действительно выполнял. Потому что мы знаем, что аналогичная постанова была в прошлом году, и с выполнением ее, к сожалению, были проблемы. Ну а теперь давайте посмотрим непосредственно постанову. Итак, как вы видите, мы находимся с вами на сайте КМУ ГОВЮА, то есть на сайте Кабинета Министров Украины. И речь пойдет у нас о постановлении Кабмина номер 28 от 13 января 2023 года. Постановление посвящено вопросам оплаты труда медицинских, фармацевтических работников и специалистов в сфере реабилитации. Конечно же, касается это только государственных и коммунальных учреждений охраны здоровья, да, и не касается частных. Что здесь интересного? Интересно то, что установлен минимальный размер оплаты труда. И вот мы видим, значит, какой это размер? 20 тысяч гривен. То есть на 2023 год минимальная заработная оплата врача должна составлять 20 тысяч гривен. А также касается это не только врачей, да, но и фармацевтов и профессионалов. Те, кто являются в соответствии с квалификационными требованиями фахивцами, то есть специалистами, у них зарплата будет минимальная 13,5 тысяч гривен. При этом в данную заработную плату, в данную сумму входят все надбавки и доплаты. То есть это не так, что 20 тысяч ставка, а потом к ней еще там за стаж, за сложность, еще за что-нибудь. Нет. Вот 20 тысяч гривен может быть зарплата со всеми надбавками и доплатами. При этом, как мы видим, здесь нет указания о том, что это должна быть та зарплата, та сумма, которую, как мы говорим, чистыми, да, то, что получает человек на руки. Нет. Здесь мы говорим скорее о том, что 20 тысяч гривен это тот минимум, который будет человеку начислен, да, а потом из него еще заберут, соответственно, 19,5 процентов налогов. Ну, то есть там будет налог на доходы физических лиц и военный сбор. Соответственно, ну, можно посчитать, да, там из 20 тысяч минус 19,5 процентов, можно посмотреть, сколько чистыми на руки вы должны получать. Конечно же, как из каждого правила, здесь есть исключение. И исключение касается следующих ситуаций. Когда зарплата может быть меньше. Вот здесь есть два пункта, которые четко это определяют. Первый пункт касается тех учреждений здравоохранения, у которых есть договора с НСЗУ, и они деньги получают от НСЗУ. Так вот, если вы получили такую сумму денег, которая не покрывает расходы на оплату труда, а если быть точнее, покрывает их менее чем на 85 процентов, то, соответственно, зарплата может быть меньше. Здесь, конечно, опять врачи, я прекрасно вас понимаю, да, скажут, что нас заставляют зарабатывать деньги. Ну, и как видим, действительно, вот эта реформа, которая прошла, она ставит врача в определенные рамки. И врач должен, что называется, заработать себе деньги на заработную плату. И если в целом больница этого не делает, то, соответственно, зарплата может быть меньше. Критерий простой. Если расходы на оплату труда превышают 85 процентов того, что получено от НСЗУ, то зарплата может быть уменьшена. Поэтому здесь, дорогие врачи, нужно готовиться к тому, что опять снова руководство будет от вас требовать назначай, назначай, назначай процедуры. Кстати, для тех, кто не является врачом, вы должны понимать, что вот то, о чем я сейчас говорю, на вас вообще не влияет никак. То есть те процедуры, которые назначают для вас врачи, врачи, они в этом контексте будут бесплатные. То есть мы говорим здесь только о бесплатных процедурах. Поэтому для людей здесь может где-то даже и лучше. Потому что система построена таким образом теперь, что врач заинтересован в том, чтобы вам выписать там как можно больше анализов. И это бесплатные, подчеркиваю, анализы. Как можно больше процедур для того, чтобы с одной стороны и вы подлечили себя, а с другой стороны и больница получила соответствующее финансирование. Ну и второй случай, когда могут уменьшить эту заработную плату, касается тех врачей, которые относятся к первичной медицинской помощи. И там мы говорим о том, что меньше зарплата может быть в том случае, если у врача менее 70% декларации заключено от того норматива, который для него установлен. И соответственно в этом случае зарплата может быть меньше. Во всех остальных случаях минимальная зарплата должна быть 20 тысяч гривен. И я искренне надеюсь, что в этом, в 2023 году, несмотря на то, что ситуация в стране действительно тяжелая, вот это постановление Кабинета Министров Украины будут выполняться. И все-таки врачи будут получать более-менее приемлемую заработную плату. Безусловно, на мой взгляд, она должна быть значительно выше этих сумм. Потому что от этих людей зависит действительно здоровье нации и здоровье каждому из нас, каждого из нас. И, конечно, компенсация им за это должна быть гораздо больше. Друзья, если вы считаете данное видео полезным, то поставьте ему лайк. А если вы интересуетесь вопросами обновления законодательства, ваших прав, ваших обязанностей, способов реализации и защиты ваших прав, то также вы можете подписаться на мой канал. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока!